скамана с вами шалый и сегодня у нас обзор на наушники простите у меня стул скрипит жить и один про от хайлу хайлу есть такой известный бренд дочерний дружеский бренд наушников сяоми эти наушники очень популярны они пользуются огромной популярностью прямо сейчас я зашел в озон посмотреть сколько они стоят полторы тысячи рублей то есть это не совсем не дешево это не то что какие-то дешевые наушники примерно за те же деньги можно купить redmi air dots 2 у меня даже есть air dots 1 вот redmi air dots 1 с ними случился небольшой казус заказу с кокотского который заключается в том что у них лопнула задняя часть крышки на задней части крышки лопина большая лопнула задняя часть крышки просто вдулся аккумулятор и все они перестали держать заряд только сами наушники держат заряд пришлось их заменить и выбор пал на такие говно наушники хайлу gt1 pro и так что можно не сказать эти наушники очень разрекламированы очень много всяких блогеров влогеров когда их тестировали они тестировали их примерно вот так явно сейчас изображу так сказать сценическое привлечение вот они правильно наушнички вставлять говорили сейчас я буду слушать звук сейчас послушаем звук в этих наушниках потому что если и звук в них такой при такой-то цене вообще не может быть что звук был хороший они так слушают внимательно слушают а потом у них озарение на лице происходит они так делают хайлу что ты творишь хайлу это вообще законно хайлу это закон хайлу ну и звук вот это да ну хайлу хайлу вот это звук ребята такой звук я никогда не в жизни не мог поверить простите у меня затормозит просто видео но телефон еще и снимает видео с тормозами если вы знаете редми ноут 10 о котором рассказывал три смертных греха редми ноут 10 один из грехов у него похоже тормозит съемка видео ладно пофиг в общем не могли они в своих самых страшных снах представить насколько великолепен звук в этих наушниках хайлу жить я один разрекламированы просто по полной программе всякие там распаковки и так далее 2 упаковки ну разные блогеры хорошие люди продажные и не продажные восхищались этими наушниками что я могу сказать после полугода и пользования этими наушниками которые я купил на алиэкспресс или в тимоле звук здесь на четверку то есть здесь звук обычный ну для для такой цены звук хороший для такой цены звук хороший никакого фантастического звука в них нету ничего там невероятного вот этим air dos примерно то же самое дают по звуку то же самое но у хайлу есть хуйлу есть большой минус это самый главный минус все таки секундочку хайлу что ты творишь как то как это вообще законно такой звук за 1000 рублей черт тут отвратительный форм-фактор у этих наушников дорогие коллеги этот форм-фактор не идет вообще никуда с таким форм-фактором никуда лучше рисоваться потому что они просто неудобные они такие закругленные по кругу их просто неудобно брать почему потому что здесь установлен сенсор сенсор и этот форм-фактор просто противопоказаны друг другу то нету четких граней и нет непонятно четко где заканчивается сенсор а где он и не начинался вот если взять air dots такие наушники у них есть грани ребра то есть они не округлые не овальные к хайлу поэтому здесь бы сенсор смотрелся намного лучше было понятно что он должен находиться собственно вот здесь да тут сенсор очень хорошо вы не перепутать здесь я постоянно испытывал проблемы с тем что вы случайно вынимая из уха наушник когда кто-то что-то говорит вынимаете наушник из уха вы задеваете сенсор они отключаются тая на вы будете поразительными нажатиями нажимать на этот сенсор к этому невозможно привыкнуть я читал что кто-то там привык и говорит что со временем две недели я попадал постоянно на и сенсор и постоянно выключал их и включал по ошибке а потом я привык и стало удобно я больше не нажим не нажимаю их случайно так вот я могу сказать это никогда не случится вы всегда будете нажимать случайно я полгода их использовать уже полгода их нажимаю по ошибке случайно черт возьми это самый говеный форм-фактор который можно было совместить с сенсором идиотский овал при том что у меня смотрите очень маленькие элегантные пальцы и даже такими пальцами и все время нажимаю если у вас большие пальцы как сосиски настоящие мужские лапы вы точно будете их нажимать постоянно вы будете беситься то есть максимум это может быть для женщин и даже женщинам будет неудобно с этими наушниками поэтому если у вас возникло желание купить хайлу gt1 пропасть только насмотрелись разные рекламы продажных блогеров не делайте этой ошибки и не покупайте купите air dots 2 или лучше 3 я помню в третьих там тоже есть сенсор это кау я говорю ребята постоянно будете нажимать я даже ухом их постоянно нажимаю этот дурацкий сенсор говно сенсор ребята не покупайте хайлу у них есть плюс это чехол который держит 20 часов зарядки я не чехол здоровый посмотрите вот хайлу чехол и ноут этот air dots чехол air dots намного меньше и лопнутые уже этот толщу тяжелее потому что тут батарейка большая и действительно не очень очень долго держат заряд эти наушники и от их преимущество еще один один минус кстати амбюшуры здесь на амбюшуры я их снял с хайлу переставил на сломанные air dots с air dots переставил на хайлу вот какие здесь амбюшуры были вот это шли в комплекте с хайлу вот такие амбюшуры из какой-то отвратительной резины очень низкокачественной и когда вы вынимали их из уха у меня было так постоянно что они вынимая из уха в я вынимал их вот в таком виде духа они выгибались в обратную сторону это комплект на амбюшуры с хайлу то есть амбюшуры отвратительные сэкономили хайлу это дешевая версия air dots зачем ее брать берите air dots батарея большая конечно хорошо но никогда не ведитесь на продажных блогеров будьте продажными сами но не ведитесь на продажных блогеров и не покупайте наушники такого форм-фактора как хайлу gt1 pro что вы видите сейчас кстати тормоза почему потому что я снимаю прямо сейчас это видео на ноут 10 телефон на глава на переднюю камеру но 10 и выяснилось эта камера она снимает с тормозами то есть реально все тормозит я торможу камера снимает новый телефон как можно было делать такое говно китай китайцы все-таки они себе верны все-таки китайские бренды все знаю все их начали последнее время хвалить ну там все особенно сяоми отлично они все делали по дешевой цене отличное качество знак качества топ за свои деньги но все-таки у них столько глюков этих вонючих новый телефон тормозит у него как как такое может быть камера тормозит как можно вообще делать чтобы тормозила камера явно это будут исправлять следующими обновлениями но я тоже не мог про это сказать хоть и видео это про наушники кстати здесь разъем не юсби все это обычный micro usb это еще один минус если кто-то считает что это минус вот и почему-то они работают только в себе с вывод просто не покупайте наушники хуйлу и не покупайте redmi air dot а тьфу и не покупайте redmi но вот 10 пользуюсь случаем я передаю привет своему коллеги виртуальному ютуберу тоже моего города по имени илья м который кстати тоже похож на меня вне и по голосу внешне и тоже любит очень передавать привет своих видео делает он это примерно вот так найдите интернете илья и прекрасные женщины я поздравляю вас со счастливым праздником 8 марта желаю счастья здоровья и чтобы вы всегда были счастливыми и любимыми вот я только что передал привет в стиле илья м все давайте пока совсем не навернулась камера этого телефона но 10 и пока мои наушники хайлу которым я до сих пор кстати пользуюсь хоть я их обосрал я их использую буду дальше использовать потому что им можно пользоваться звук они дают хороший нормальный но я пользуюсь через бой так что чтобы не повторить мои ошибки не сами не надо пожалуйста их покупать чтобы не жить в постоянных чувств и пользуйтесь на этот канал называется денис ламборгини на меня задолбал это название я решил сменить пишите в комментариях как мне называться у меня есть варианты я принципе два варианта подыскал первый шалый второй скамонах скамонах как ну или шалый лайки ставьте вот купил себе на студию свет профессиональный сейчас покажу